Дистанционные мошенники продолжают охоту на доверчивых граждан. Этой проблеме была посвящена пресс-конференция Республиканского Министерства внутренних дел. Десятки сообщений о дистанционных мошенничествах продолжают поступать в полицию ежедневно. Как обезопасить себя и свои сбережения от мошенников, узнавала Мадина Каракетова. Злоумышленники могут представляться кем угодно. Попавшим в беду родственникам, сотовым операторам, сотрудникам банка, полиции, представителями МФЦ, продавцами удобрений и так далее. Действуют мошенники не только по телефону, но и через сеть интернет. Жительница Черкеска Марине, имя героини мы изменили по ее просьбе, позвонил якобы сотрудник техподдержки портала госуслуги. И взволнованно сообщил, что ее личный кабинет пытаются заломать и необходимо принять срочные меры. И был так убедителен, рассказывает Марина, каждое слово подкреплял документами, в том числе и от Сбербанка, в больших количествах присылаемыми в WhatsApp, что последние сомнения сошли на нет. Я в ужасе, в шоке, потому что у меня на картах детские деньги, у меня как бы все средства к существованию. Умом понимаю, что так не может быть, но я не могу остановиться, он меня просто вот атакует. Не волнуйтесь, не переживайте, это для вашей защиты, чтобы вы не ждали до понедельника, потому что будет уходить время, будут пользоваться. Вам нужно закрыть все счета. Я сама лично, своей рукой снимаю свои деньги с банковских карт. Я вношу деньги. Ежедневно в полицию поступают десятки обращений от обманутых граждан. В 2023 году только в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 697 фактов дистанционного мошенничества. Полицейским принимаются меры по ограждению граждан от незаконного посягательства, неизвестных на их накопление. В настоящее время с различными службами МВД разработаны брошюрки, которые распределяются по всем регионам, по всем нашим городам. Мы раздаем их людям пожилого возраста, ознакомливаем каждого из них. Также ведется работа совместно с сотовыми операторами с целью оградить абонентов от звонков с поддельных и неизвестных номеров. А пока это все на стадии разработки, сотрудники полиции советуют соблюдать простые меры предосторожности. Не отправляйте свою конфиденциальную информацию. Не следуйте телефонным инструкциям незнакомых людей. Не звоните на номера, указанные в подозрительных СМС. Не переводите деньги незнакомцам и не переходите по ссылкам, если не уверены в их безопасности. Мошенники в первую очередь любыми способами пытаются сбить с толку, вывести из спокойного состояния своих жертв. Поэтому необходимо понимать, на что направлены их действия и не поддаваться им. Сохранять трезвый рассудок. Также не следует предоставлять паспортные данные и данные банковских карт неизвестным. Раскрыть эти преступления крайне сложно, признаются сотрудники полиции. И многое зависит от своевременности предоставления подробной информации от потерпевшего правоохранительным органам. Мадина Каракетова, Миха Карагелян, Вести, Карачаево, Черкесия.